Виолетта Модестовна Виолетта Модестовна Полюбуйтесь, какая она красивая, изящная А голос ее вы скоро услышите Потерпите немножко Никто из ученых точно не знает, когда и как появилась арфа Предполагают, что было это примерно так Один древний человек, отправляясь на охоту за дикими зверями Заметил интересное явление Всякий раз, когда он натягивал тетиву лука, она издавала нежный мелодичный звук Тогда охотник решил натянуть рядом еще одну тетиву, только покороче И та стала издавать более высокий звук Вот это да, подумал он Натянув несколько струн, охотник тут же сочинил нехитрую мелодию и стал вдохновенно наигрывать ее Он был так счастлив, ведь сам, того не подозревая, он стал изобретателем первого струнно-щипкового музыкального инструмента Шли века У арфы становилось все больше струн, но основание инструмента в форме лука сохранялось Инструмент держали в руках и играли на нем, перебирая пальцами струн Самую древнюю арфу археологи нашли при раскопках шумерского города Ура в Месопотамии Ее возраст четыре с половиной тысячи лет Древние евреи называли этот инструмент кенор В первой книге царств Ветхого Завета описывается, как юный Давид утешал звуками кенора печального царя Саула Ребята, вам когда-нибудь приходилось слышать слово «барт»? Так в нашей стране называют поэтов, которые исполняют песни собственного сочинения под гитару Но слово это уходит своими корнями в далекое Средневековье Барт от кельтского «бардос» В Средние века певцы и поэты кельтских народов В Средневековой Европе барды исполняли свои сказания, саги, под аккомпанемент арфы Искусство бардов играло настолько важную роль в жизни государства Что арфа даже попала на государственный герб Ирландии Надо отметить, что арфа на протяжении веков постепенно совершенствовалась У ирландских бардов этот инструмент уже был не лукообразной, а треугольной формой Что делало корпус более прочным и устойчивым к натяжению струн И еще она стала меньше размеров Потому что барды ее постоянно носили с собой Ведь большой громоздкий инструмент далеко не утащишь В Россию арфа прибыла в середине 18 века Царица Екатерина II, основав Смольный институт благородных девиц Приобрела в Германии арфу для студенток Это была первая арфа, попавшая в Россию Называли инструмент по-немецки харфа Количество струн у нее значительно выросло И размер весьма увеличился Инструмент быстро вошел в моду И у придворной знати и вообще стал популярен в дворянской среде Об этом инструменте можно рассказывать бесконечно Но чтобы по-настоящему познакомиться с арфой Конечно, необходимо ее услышать Я приготовила сюрприз Сейчас для вас сыграет замечательная арфистка Друзья, знакомьтесь Лауреат международных конкурсов Елизавета Мерная Лауреат международных конкурсов Лауреат международных конкурсов Скажите, пожалуйста, а что вы сейчас такое красивое сыграли? Это Глазунов, соло из балета Раймонда А я вот знаю, что многие композиторы использовали арфу В каких-то таких волшебных местах Какие приемы они использовали для этого? Композиторы пользовались приемом арпеджо Также глиссандра И флажолеты Я вижу на арфе аж семь педалей Для чего они используются? Действительно, на арфе существует семь педалей На каждую ноту одна педаль И все они используются для регулировки высоты звука Например, когда я беру ноту до Это до бемоль Если я нажму педаль один раз Будет до бекар Если два раза, до диез И так с каждой нотой А почему ваши струны разрисованы в разные цвета? Все красные струны – это струны до А все синие или черные струны – это струны фа Все остальные струны – это струны, находящиеся между этих двух нот А, наверное, удобно ориентироваться так? Да, конечно Особенно, когда дети начинают играть на арфе Они легко запоминают ноты с помощью разных цветов Лиза, скажите, пожалуйста А арфа может быть не только солирующим инструментом Инструментом, играющим в оркестр Но и играющим в ансамбле Существует много ансамблей, которые исполняются вместе с арфой И с альтом даже И, конечно, с альтом У нас в студии ноты колыбельной Бортнянского Сейчас мы ее с вами и сыграем Хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Так, кто у нас пишет? Толя Ткаченко из Белгорода Я слышал, что про певцов часто говорят У него большой диапазон А что такое диапазон? И не только про певцов, так говорят Анатолий Но и про музыкальные инструменты Вообще-то слово диапазон в разговорной речи Часто используется для обозначения объема или охвата чего-либо А в музыке диапазон – это расстояние или интервал От самого низкого, как у меня на альте До самого высокого звука голоса или музыкального инструмента Измеряется музыкальный диапазон чаще всего октавами Ну а что же такое октава, спросите вы? Вот смотрите, если я буду играть гамму от ноты до вверх До, ре, ми, фа, соль, я, си, до То от нижней ноты до до верхней ноты до расстояние и называется октава На фортепианной клавиатуре таких октав семь с половиной Это означает, что диапазон фортепиана составляет семь с половиной октав Причем каждая из них имеет собственное название В самом центре фортепианной клавиатуры первая октава Слева от нее располагаются более низкие малая, затем большая Контрактава и, наконец, субконтрактава У субконтрактавы самые низкие и тяжелые звуки На что они похожи? Скорее всего, они похожи на грозные раскаты грома Ну, а справа от первой октавы располагаются вторая, третья, четвертая и пятая Звуки пятой октавы самые высокие Послушай Мне кажется, они похожи на чириканье птичек или звук маленьких колокольчиков Итак, диапазон фортепиана от звука ля, субконтрактавы, до звука до пятой октавы Так же, как мы определили диапазон фортепиана, мы можем определить и диапазон человеческого голоса Для этого надо попытаться спеть самый низкий звук, на который вы только способны Попробую-ка найти его на клавиатуре До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до Ну, допустим, да Далее нужно найти самый высокий звук, на который вы тоже способны До, три, птичек, до И таким образом мой диапазон Раз, два, три, четыре октавы Многовато? Надо сказать, что по сравнению с фортепиана у человека довольно небольшой диапазон голоса При разговоре мы используем звуки в пределах одной октавы Предвижу ваш вопрос Какой музыкальный инструмент обладает самым широким диапазоном? А как вы думаете? Ну, конечно, это орган Король всех музыкальных инструментов Орган Клавишно-духовой музыкальный инструмент В переводе с греческого – орудие Самый большой музыкальный инструмент в мире Диапазон самых крупных органов доходит до девяти с половиной октав Этому сложнейшему музыкальному инструменту Мы обязательно посвятим одну из следующих наших программ Вы, главное, присылайте свои вопросы И они будут подсказывать мне, что вас больше всего интересует Наш адрес 109-147, Москва Улица Марксистская, дом 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» А электронные письма Оставляйте нам на сайте www.radostmoya.ru Я прощаюсь с вами до следующей передачи Желаю вам доброго здравия И творческого вдохновения Ваша Виолетта Модестовна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин